Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить» обзор сегодняшних рязанских событий. Главные темы этой среды, по версии наших авторов в кратком изложении, таковы. Ловят в программе некоторые подробности дела по убийству жительницы Рязани. Подумать о высоком сегодня середина паскальной недели. Составляйте договор о тонкости недавно подписанного приказа российского министра образования. А теперь подробнее об этих и других событиях. Уже больше месяца, как рязанские сыщики пытаются напасть на след убийцы рязанки Евгении Макликовой. Напомним, 13 марта утром она привела ребенка в детский сад, и с тех пор женщину больше никто не видел, а спустя два дня. В рязанском районе было обнаружено тело Евгении. Эксперты установили, она была задушена. Результаты расследования привели к уроженцу Армении Карену Карпетяну. Правда, привели виртуально, подозреваемый успел скрыться. Сейчас 35-летний Карпетян объявлен в международный розыск. В отношении него возбуждено уголовное дело. Как говорят родственники виновного, они с ним особо не общались, характеризуют его крайне отрицательным человеком, как нелюбящим работать, ленивым. Однако того, что вспыльчивый он, они такого не поясняют. Что связывало данную девушку и данного виновного лица, в настоящее время устанавливается. На данный период установлено, что в свое время, когда и виновное лицо еще было в детском возрасте, и девушка была еще ребенком, они вместе проживали в одном дворе. Однако дальнейшие их судьбы никак не пересекались. Сегодня состоялось заседание Рязанской областной думы. Продолжает программу отчета о региональной парламентской встрече. Первоочередным вопросом повестки дня очередного заседания Рязанской областной думы стало обсуждение изменений в бюджет региона. Дело в том, что накануне в Рязанскую область пришли около 2 миллиардов рублей федеральных средств. Журналистов, равно как и депутатов, заботило, а куда пойдут денежки. Оказалось, что более миллиарда будет направлено на поддержку сельского хозяйства, на погашение процентной ставки по инвестиционным кредитам, а также на помощь фермерам. Также депутаты облдумы направили часть поступивших средств на укрепление материально-технической базы сельских школ. В частности, по закупке оборудования для спортивных залов, и это порядка 17 миллионов получат наши сельские школы. Мы надеемся, что эта программа будет продолжаться и дальше. И задача, которую ставят и президенты, и правительство Рязанской области в главе с губернатором, это создать достойные условия жизни наших селян в сельской местности, возможность обучения, получения услуг здравоохранения. Еще одной важной темой заседания стало принятие поправок в региональный закон об административных правонарушениях. Практически все они связаны с ужесточением наказания за разные виды нарушений. Например, увеличился штраф за незаконную торговлю алкоголем, за торговлю в непредназначенных для этого местах, за нарушение общественного порядка и даже за шум после 11 вечера в домах. Закон этот, мы долго его очень прорабатывали, мы консультировались в Управлении внутренних дел, Министерством региональной безопасности, все это учли. Будем надеяться, что он начнет работать, потому что в своем отчете и в отчете и на съезде Совета муниципальных образований губернатор обращал внимание на то, что административные комиссии в районах работают очень слабо. Я думаю, что это даст стимулы для работы комиссии административных сельских населенных пунктов. Но, повторяю, здесь над законом мы еще будем дальше работать. Также на нынешнем заседании перед депутатами выступил с итоговым отчетом председатель контрольно-счетной палаты Валерий Ионов. К другим темам. Сегодня середина пасхальной недели. Самые светлые и радостные для христиан Пасху мы встретили. Звонко и размашисто, как на Руси и положено. Первые дни миновали. Теперь надо бы и о главном напомнить. А именно о духовной составляющей Великого Праздника Христова – Воскресенье. Олеся Котровская записала в этой связи экспресс-интервью для нашей программы. Отец Арсений, скажите, что Пасха означает для христианина, для любого человека? Пасха – это очень важное торжество, самый главный праздник всех верующих во Христа, потому что мы празднуем победу Христа над смертью, воскресенье. А воскресенье – это что такое? Это преодоление законов естества. Каждый человек хотел бы жить вечно. Но эта жизнь, она несовершенна, и она конечна. Все конечное рано или поздно заканчивается. Поэтому Господь дает нам возможность жизни вечной в Царстве Небесном. И для того, чтобы засвидетельствовать эту возможность, Он приходит на землю, побеждает грех, побеждает смерть, умирает за все человечество, чтобы искупить грехи наши, и воскресает для того, чтобы убедить нас в всеобщем воскресении, убедить нас в том, что всякие верующие в Него, всякие следующие Его заповедям, может пройти по этому пути и достичь Царства Небесного. И вот это очень важно, потому что жизнь, она скоротечна, она быстро движется, она очень суетливая часто бывает, и нет возможности ощутить, что такое настоящая жизнь. И поэтому радостно, что Господь дает нам такую возможность. Как Вы считаете, не самое ли это время стать лучше, немножко добрее, отказаться от вредных привычек? Прошел Великий пост – это время покаяния. Время скорбей, время задуматься о своей душе. А ныне – торжество. И все верующие в этом торжестве ликуют, готовы делиться этой радостью. А, конечно, когда делишься радостью, то делаешь добрые дела. Потому что добрые дела, они помогают сохранить эту радость, приумножить ее. И чем больше помогаешь другим в разных областях, по-разному можно людям помогать, тем больше сам приобретаешь. Что касается вредных привычек, конечно, вредные привычки, они несовместимы с радостью пасхальной. Почему? Потому что Христос приносит людям свободу. Он делает нас свободными. А вредные привычки – это зависимости. Они порубощают нас. Они заключают нас в узы. И, конечно, Христос – он победитель смерти, разрушитель всяческих уз. Это повод задуматься тем, кто какими-то зависимостями страдает. А повод задуматься еще и о том, что если Христос победил в мире всяческие зависимости и дал людям свободу, то, значит, и я могу сегодня, сейчас взять и избавиться от своих вредных привычек. Еще о законотворчестве. Недавно российский министр образования Дмитрий Ливанов подписал приказ о составлении договора на услуги образовательных учреждений. Звучит казенно, однако за этим стоит многое. А именно, родительские деньги, которых, как известно, лишних-то не бывает. В тонкостях нового образовательного документа разбиралась Олеся Харлина. Соответствующий приказ Министерства образования и науки Российской Федерации вышел 11 апреля. Теперь организации, которые оказывают вам платные образовательные услуги, обязаны составить с вами договор. Что это даст? Во-первых, вам уже никто не заявит, что за разбитый нос ребенка или травму на качелях воспитатели ответственности не несут. Во-вторых, вы будете платить строго за те услуги, которые получаете. Например, вы заплатили за месяц, а ребенок две недели проболел дома. Тогда смело требуйте вернуть вам половину суммы. И, в-третьих, сама бухгалтерия станет намного прозрачнее. Любой родитель имеет право затребовать детальную смету расходов и проверить фактическое наличие каждого пункта. Просят, например, директора детского садика предоставить информацию о том, какие ингредиенты входят в состав, например, первого или второго блюда для ребенка. Потому что всякие категории детей поступают в детские сады, у кого-то аллергия на те или иные ингредиенты. Грубо говоря, если в смете заявлены борщ и котлета, а ребенок получил только первое, налицо нарушение договора. И, что точно обрадует любого родителя, больше не придется постоянно спонсировать образовательные учреждения. А если с вас будут дополнительно брать денежные средства на ремонт, на бытовую технику, это незаконно. И данный нормативный акт четко указывает в своей диспозиции, уже как говорится, что вы не должны платить за что-то, что вам не оказывают. Но с этим пунктом будет особенно трудно, признаются сами юристы. Вряд ли удастся до конца искоренить любимую традицию образовательных учреждений, обирать родителей на шторы, краску и прочее. Но, зная свои права и обязанности второй стороны, можно хорошо сэкономить и деньги, и здоровье. В Рязани продолжаются массовые выходы жильцов многоэтажек на добровольно возвышенные работы по уборке собственных дворов. Народу надоело смотреть из окон. А не убрали там у нас мусор, да бумажки с бутылками, которые с зимы еще остались. А вот не убрали. Куда звонить? Кому писать? Доходит до того, что звонки до составления жалоб по совершенно пустяковым поводам занимают гораздо больше времени, чем совместный выход на субботник. Теперь тенденции меняются. Об этом в репортаже Оксаны Тебенихиной. В Приокском на улице Карла Маркса прошел субботник, в котором приняли участие жители района и не только они. Этот проспект уже не один десяток лет украшает район. И рязанцы, дабы поддержать его состояние и показать пример молодому поколению, вызвались на общую уборку. Причем с удовольствием. А вы знаете, грязь надоела. Грязь надоела, она повсюду. Я поражаюсь, как у грязь-то мурзеи. Ну, я имею не себя лично. Нас. А всех жителей, всех жителей. Поэтому хочется жить в чистоте. Ну, вот и вышли, убрать. Очень приятно, что наконец-то до этого сквера нашего очередь дошла. Здорово. Вот мы тут в соседних домах, вот старшие по дому. Мы очень рады, что здесь можем выйти, погулять. Тут вот очень много желающих, чтобы поставили лавочки, провели свет, скамеечки, чтобы были. Ну, и еще люди просят, чтобы тут хотя бы была бы еще народная дружина, ходили хотя бы хоть вот. Потому что здесь у нас вот две точки такие. Вон, видите, забегаловки. Тут, может быть, уборка какая будет. Сейчас вот мы уберем, а вечером что здесь будет. Ну, надеемся на народ, может, все-таки сознательность наша, людская, будет брать вверх. Во-первых, важно тем, что мы пример показываем и молодежи, и среднему поколению. Вот. И то, что мы вот такие энтузиасты и отзывчивые люди. В Конищево вот живем. Однако же мы сюда пришли по зову сердца, от души. Потому что здесь тоже живут люди. Но эта территория, если не чейная, то надо кому-то убирать. Ворников здесь не предназначен. Поэтому мы вот своими силами, ТОС, наше городское управление, наше, и призвали нас, а мы с удовольствием. Но просто собрать сухую траву и подмести недостаточно. Аллеи требуются как минимум скамейки и урны. И здесь без помощи городского руководства никак не обойтись. Очень важно, что на этот субботник активно вышли местные жители. Их никто специально не оповещал. Они вот увидели здесь суету. Здесь очень много людей, которые просто вот увидев у себя в окне то, что тут убирается, вышли вместе со своим инвентарем сюда, нам на помощь, что называется. И на самом деле есть очень хорошие планы, потому что не просто вот убрать здесь разово, локально, а вообще посвятить благоустройству этого сквера определенное, скажем так, время и желание. Такие скверы, как, например, этот, это территория городского значения. И как бы за это отвечают не только городские службы, но и отвечают все жители города за чистоту, порядок, уют таких мест. И поэтому мы посчитаем для себя правильным и даже, можно сказать, делом чести и долга сюда приехать с разных районов города и так совместно в дружеской атмосфере, на принципах добрососедства, отметить День местного управления в труде. Ну а пока мы наблюдаем хорошо организованную совместную работу жителей нашего города и его руководителей. И это, по мнению большинства участников субботника, наиболее эффективная и полезная практика. Ну и последнее на сегодня в России отмечается 700-летие Сергия Радонежского, великого подвижника, прославленного в лике святых. Сергий Радонежский был и общественным деятелем, великим миротворцем и вдохновителем на подвиги князей народов. О том, как в Рязани будут проходить праздники в память о преподобном Сергии Радонежском, сегодня у нас в студии программы подробностей будет разговор с заместителем председателя регионального правительства Еленой Царевой. А к тому не прощаемся надолго. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин